На обшивку такого КАМАЗа пошло порядка трёх тонн металла. Переоборудование автомобиля заняло у работников Запорожсталя всего двое суток. При этом, говорят металлурги, все технические характеристики были сохранены. Работа для нас нестандартная была. Поставлена была задача, мы её выполнили за двое суток. Ребята очень все старались, понимали, зачем это всё делается. И хоть малейшая часточка нашего коллектива, помощь ребятам. Может, хоть какую-то жизнь спасём в этом плане. Защита была. По словам специалистов, такие переоборудованные КАМАЗы позволят украинским военным быстро и безопасно менять дислокацию. Шестимиллиметровая сталь будет защищать бойцов от обстрела из разных видов оружия. Здесь примерно почти три тонны. Листового металла ушло с шестёрки на обшивку. То есть, автомат не пробьёт. Где-то две с полнотонной шестёрки ушло. Около 150 км тройки. Но там она племенная внутри и снаружи немножко. И рамная конструкция с уголка 50-го. То есть, тоже там порядка около 100 килограмм. Председатель Запорожской облгосадминистрации Валерий Баранов поблагодарил работников Запорожстали за выполненную работу. По его словам, это значимая помощь для украинской армии. «Отсутствие серьёзного вооружения украинской армии, которая была разрушена в своё время, компенсируется энтузиазмом наших людей, наших патриотов. И то, что мы видим из старого автомобиля, люди по своему желанию, по своей инициативе, работники комбината Запорожстали, сделали эту машину, говорит о том, что они всем сердцем хотят помочь украинской армии». Автомобиль переоборудован не только снаружи, но и внутри. В кузове установлен стол, а также специальные кольца. «Боец будет стоять, навязался и может вести огонь». В ближайшее время КАМАЗ, обшитый листовой сталью, отправят добровольческим батальоном в зону АТО. К слову, это уже второй автомобиль, переоборудованный работниками комбината Запорожсталь для бойцов украинской армии. Ранее в зону проведения антитеррористической операции отправлен бронированный автомобиль запорожского производства, сделанный на базе грузопассажирского автомобиля УАЗ-452 работниками Цеха ремонта металлургического оборудования. По словам запорожсталецов, такая помощь для украинской армии будет оказываться и в дальнейшем.